Вы посмотрите на эти цифры. Если вы от них отнимете 9,5% из Центрального банка, то цифры будут не такими страшными. Если вы еще отнимете банковскую маржу, которая сюда входит, это рост тарифов и так далее, получится, что предприниматели с этими ценами не в плюсе, а в минусе. Дело в том, что основу инфляции закладывает Центральный банк, устанавливая вот такую процентную ставку, главную учетную ставку. Плюс к этому жирующие основные системные банки, получающие государственную поддержку, которые несуразные, в операционные расходы они вкладывают все, подождите, господин Ильичаев, подождите. Системообразующие банки, получающие государственную поддержку, и при этом они в операционные расходы вкладывают все свои затраты, включая отдых персонала. Вот если мы с этим поработаем, то и вот эти цены будут другие. И с тарифами надо естественных, так как бы естественных моноколий, тоже нужно поработать. И тогда потребительский рынок наш будет совершенно другим. Но есть еще одна принципиальная важная вещь. Здесь еще заложен некий психоз. Психоз, который идет от того, что происходит на валютном рынке. Кто не знал, что упадет рубль? Рубль. Только самый глупый, невежественный человек не знал, что упадет рубль. Этого не могло не произойти при резком снижении цен на нефть и при тех санкциях, которые нам объявлены. Это очевидная вещь. Мы сделали закрытое заседание комитета по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации. Закрытое специально, чтобы узнать, а что наш Минфин и наш центральный банк придумали, чтобы как бы резко противодействовать вот этим санкциям. Что вы думаете нам рассказали, а не нам? Вот то, что вы в журнале «Эксперт» печатаете, это гораздо более глубокое. Сидела Ксения Юдаева, первый заместитель госпожи Набиулиной, сидел господин Моисеев в президиуме. Они вот так вот улыбались между собой за министра финансов. И что-то они так между собой знают такое, чего нам они, может, и не расскажут. А что с нами вообще разговаривать с сенаторами-то? Что там с нами разговаривать вообще? И вот когда мы в наших финансовых ведомствах выгоним поганой метлой вот это невежество, вот это вот, и когда вместо повторения каких-то догм из недочитанных учебников и статей, они будут решать конкретные задачи конкретного момента конкретного государства, тогда у нас будет элементарный порядок. Нельзя во время экономической войны, финансовой войны обойтись чисто рыночными методами. Невозможно. Нужны резкие методы, нужны какие-то неожиданные решения и нужно активное государство. Вот даже господин Ричаков говорит, вот на рынок нельзя, там и берегучий должен работать. Но в этих условиях нельзя. Нужно подрегулировать. Должно государство работать. Продолжение следует...